всем привет у нас как обычно встреча про сети в linux и мы наконец-то добрались до сетевого уровня долго мы до него шли вот то есть до того самого уровня в котором начинается самое интересное нет самое интересное все-таки на транспорту начинается но тем не менее самое такое распространенное вот то когда люди говорят про сети если только они не не озвучивают какие-то жуткие мифологемы там добавить мой компьютер в сеть вот это мифологем а когда люди говорят про сети наверное они как раз говорят в том числе и про ip адреса про вот это вот все да разумеется а по домашним заданием прошлый прошлого раза да давайте вопрос что происходит при накликивании и при использовании скриптов чтобы как бы одинаковые команды если если использовать их смотрите этот вопрос кто-то задавал в чатике но задавал его очень-очень в общем виде ну типа вот у меня все совершенно одинаково только разные это были вы вот значит вам не хватило конкретики до утверждение у меня все совершенно одинаково и только работает по-разному не может быть верным скорее всего вы возможно вы просто позабыли при клонировании чизуи поставить крыжик сгенерировать но кого новый мак адреса тогда надо просто смотреть это надо выяснять на месте потому что очевидно что вы сделали что-то по-другому максимум отличие скриптов от того что делает у и и это волшебные команды мы я еще раз когда сегодня буду клонировать покажу по пропихиванию хостнейма внутрь машинки это единственное что может быть но это не должно никак влиять на на решение домашних заданий это исключительно сделано ради удобства демонстрации чтобы все машины назывались по-разному вот так что давайте мы с вами просто пример покажите мне после да 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 ну не сейчас потом после лекции короче возвращаясь значит нашему еще раз всех присоединившихся прошу прощения мы тут немножко про лекции говорили разного типа вот возвращаемся к тому о чем собственно собирались говорить следующий уровень рассмотрения сетевых протоколов сетевой на котором как мы помним решается две задачи эти значит можно назвать привычным термин адресации адресации маршрутизация вот но в действительности речь идет о том чтобы напомню что сетевой уровень это уровень объединения сред передачи данных многочисленных в единую сеть передачи данных гетерогенную в которой много разных сред в этих средах много разных протоколов транспортного интерфейсного уровня вот и мы собираемся собственно объединить в глобальную сеть большую в которых любой абонент чисто теоретически можно связаться с любым абонент передать ему данные для этого во первых нужно понять что такое любой абонент да как они друг друга вообще распознают и это как раз задача адресации она же задача глобальной идентификации дам у нас теперь мы не можем рассчитывать на то что в рамках одной глобальной сети большой все абоненты всех знают изначально самого начала просто полным списком обладают вот хотя бы уж потому что этот список постоянно меняется вот буквально каждую долю секунды у нас появляются исчезают абоненты в интернете вот и соответственно нам нужно как-то предусмотреть как эти идентификаторы в рамках всего интернета сопоставляются с абонентами вот ну и второе нам нужно придумать собственно сам формат наверное первое до этого нам нужно придумать еще сам формат адреса да вот что такое этот идентификатор нашего абонента интернета в данном случае забегая вперед айпи адрес вот но это так сказать bottom half да эта задача по тому как наш сетевой уровень должен быть на базе чего он должен быть организован есть еще top half как обычно эта задача которая возникает когда мы собственно пытаемся доставить пакет от отправителя получателю вот потому что тот факт что у нас все отправители пускай даже переномерованы и мы точно знаем как эти номера нам царе не известны мы все равно еще пока синие совершенно не представляем каким образом конкретный пакет дойдет атака это получать это конкретно отправить на с учетом того что он на своем пути должен сменить несколько сред передачи данных то есть перейти из одной локальной сети в другую потом в третью потом в четвертую так вот это за это второй пола вторая половинка задач называется задачей маршрутизации она тоже состоит из двух кусочков первый кусочек это собственно как определять маршрут ну вот у нас есть допустим машина в локальной сети очевидно что все абоненты локальной сети они доступны непосредственно потому что если послать им фрейм то они его получат а все остальные абоненты они не доступны непосредственно это значит что для того чтобы послать им пакет айпишный этот айпишный пакет надо в виде фрейма паркс прослать специальной машине под названием маршрутизатор а уж та решит куда пересылать дальше вот возможны и более хитрые случаи когда у нас есть некоторые сведения о том в какие места такие маршрутизаторы пересылают пакет которого вида ну и так далее в общем первая половинка задачи маршрутизации это собственно построение маршрут вот а вторая половинка задачи маршрутизации это задача о выяснении существование такого маршрута задачи определения связности потому что в глобальном плане конечно может так случиться что реально из всех вообще всех возможных абонентов сети только цепочка фиксированная из абонента а b c и d приводит это к абоненту а по абоненту c то есть там абоненту d то есть а b и c это конкретные маршрутизаторы если их выключить то а от а до d маршрута больше не будет но в действительности это большая редкость но если бы это было так по большей части интернет бы не работал поэтому в задачу обеспечения собственно алгоритм задача реализации алгоритма доставки задача маршрутизации входит также ну это не совсем задача маршрутизации входит также и определение доступности между двумя абонентами сети возможно множественной то есть возможно путей от от где у нас несколько и возможно с ну допустим оценкой стоимости неважно в чем это выражает стоимость причем выражает в деньгах в процентах занятого канала в значит пропускной способности и так далее неважно да вот условно говоря оценка какой-то веса какие-то вот в этом случае если у нас потенциально от от между двумя абонентами существует несколько маршрутов может быть проложено несколько маршрут они не обязательно должны статически существовать нам тоже нужно каким-то образом определять какой из этих маршрут на и лучший вот кстати сказать внезапная ситуация мыши перегрызли кабель там значит злоумышленники украли маршрутизатор и в результате связанность по этому маршруту между отправительным и получателем невозможно эта ситуация отлично описывается в терминах этой задачи потому что просто наша стоимость такого маршрута становится бесконечно большой вот и все и мы должны выбирать другую вот это конечно разные разные задачи собственно алгоритм построения маршрута и определение связности и выбор по крит и вот стоит заметить что поскольку пространство имен ну или там адресов у нас глобальная обе задачи вообще говоря динамически в том смысле что мы никогда заранее не знаем никогда не можем предполагать что у конкретного абонента чтобы вообще существует этот конкретный абонент что у него конкретный ip адрес есть хотя конечно очень печально если топи адрес значит не функционирует вот абонент может переподключиться к другой сети получить другой ip адрес но и так далее вот и и тем более мы не можем предполагать что между двумя достаточно отдаленными абонентами сети на постоянке существует конкретный статический маршрут этот маршрут тоже динамического может меняться прямо в процессе работы вот как устроена ipv4 ну тут есть ссылка на ipv4 прям вот на соответствующий на соответствующие тф стандарт 81 аж года 1900 вот но в действительности все устроен достаточно просто давайте мы сейчас что-нибудь запустим такое вот все устроено достаточно просто еще у нас тут есть у как мы тут много много всего по этому самому с прошлой лекции осталось наверно умрите все вот так что мы сделаем вот так вот сделаем сразу нет ему чё а ну естественно вы бы snap alt minimal и survey нет вот к вопросу который задавал дмитрий чем отличаются скрипты от ручного клонирования если вы все сделали правильно они отличаются только вот этими штуками это прописывание в условный bios точнее в блок параметров в блок параметров описателей hardware что у вас вендор это имя хоста а а системная систем борт системы скл это вот такая вот вот такая вот штука где нетрудно узнать что на 2 данным что здесь нетрудно узнать порт на котором работает консоль а здесь сеть которым она подключена их там может быть две три так далее да это просто строки которые просто записываются в голову куда-то там в какой-то биос эмулируемый виртулбоксом и оттуда их удобно брать например для определения хостнейм вот не более того помните утилиту сет хостнейм который позволяет нам при подготовке отчета назвать каждую виртуалку по-своему ну так вот если вы сделаете вот так то этот сет хостнейм запустится при старте просто сразу и назовет как и срыв этом так далее вот и все больше ни в чем разницы по идее быть не должно поэтому если у вас получается не так видимо вы что-то не доделываете надо проверять ну вот что такое скрипт репорт внутри виртуальной машины и это скрипт с помощью которого вы создаете репорты домашние задания так устроены он запускает специальный а специальную штуку которая называется рекорд просто тупо вот которая запишет ваш сеанс командной строки вот в файл все ну дальше еще делать из нее торговым вот этот торговым можно отсылать более того если вы внимательно посмотрите на на скрипт репорт с другими параметры вы можете проиграть это решение показала вам его покажут на экране даваться в плане иметь больше никакого внешнего влияния нет 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 он ничего не делает он просто показывает как бы записывать ваш сеанс работа в командной строке больше ничего вот другое дело что то эту утилиту которая используется в репорте можно заставить не просто проиграть на экране то что происходит а выполнять все эти команды но никто этого не делает пока что он не затирает history поскольку это баш этот history просто в другом месте лежит когда вы запускаете следующую копию башу у него лысая history так уж устроен башет не за чел у которого history общая на все сеансы так а ради чего все это делаю я ради того это делаю чтобы чтобы посмотреть как устроен айпи адрес вот айпи адрес устроен очень просто и нам поможет в этом утилита и пикал написано на перле между прочим я сегодня утром ее патчил неизвестно зачем давайте известно зачем я хотел ее перекрасить я ее перекрасил но сюда я перекрашенный вариант не принес еще вот давайте просто посмотрим как выглядит как интерпретируется вот ради этого его перекрашивал блин ща извините так жить нельзя о так гораздо лучше ну вот а значит смотрите возможно здесь присутствующим это будет не очень интересно потому что вас все должно было быть в курсе по сетям но если очень коротко айпи адрес версии 4 состоит из четырех актетов это не актеты это акте это из четырех актетов вот эти актеты свою очередь хитрым образом поделены на а почему он тут а понятно эти актеты в свою очередь хитрым образом поделены на вернее так они представляют собой некоторую последовательность битов просто битов допустим вот так да часть из которых начальная считается адресом сети конечный адресом абонентов сети вот количество битов определенных на адрес сети указывается просто вот ну это количество битов вот она да соответственно вот здесь вот 23 бита на адрес сети и 9 битов на адрес абонентов сети вот для некоторых ситуаций вводится понятие сетевая маска это всего лишь такой таки такая такая бинарная такая такой двоичное число такие такие нолики единички наложив вызвав конъюнкцию как конъюнкцию которых с общим адресом вы получите адрес сети вот и все вот тут все единички значит вот вот эту сетевую маску иногда модно особенно в старых инструментах модно записывать в виде опять-таки последовательности последовательности актетов да еще в десятичном виде но это страшно неудобно потому что ну пойдите сразу за без айпекалка скажите сколько будет сетевая маска slash 21 248 окей а если здесь 100 написано 20 ну в общем такое очень неудобно представлять это виде актетов приведенных еще в десятичные десятичную систему счисления поэтому лучше все равно как правило себе воображать именно битовую шкалу поделенную на столько-то битов сетевой маски столько-то битов адреса внутри вот когда-то давно до эпохи исторического материализма были еще введены так называемый классы сетей вот которые выглядели так были сети класса а которые сразу считали что у них адрес сети это один байт адрес абонентов сети это целых три байта класса б где 2 на 2 и класса c где-то те три на один вот более того у этого даже были некоторые предпосылки видите 110 это класс c а если скажем 1 если в начале 0 то это класс а ну в общем первый битик да там какой еще бывает 123 забыл а суда здесь 130 вот если в начале единичка потом 0 класс b из начале две единички потом 0 класс c если в начале три единички а потом нолик это же это внезапно мультикаст адрес и вот мультикаст адресы они сохранились до сих пор 224 что-то там давайте попробуем о это класс d потому что ее в начале стоит 110 в спецификации адреса сети вот и внезапно и эта штука до сих пор имеет значение это так называемый мультикаст это значит что у вас может быть много абонентов с одинаковым адресом вот такого класса какой-то способ определения машуде маршрута до каждого из этих абонентов после чего посылаем и вами данные приходит каждому из таких абонентов по мультикаст мы сегодня говорить не будем кажется не будем говорить вообще вот но имейте в виду что вот такая штука существует то есть видите 224 168 это довольно классическая такая мультикаст групп вот эти самые адреса айпи адреса мы это уже знаем с прошлых лекций они просто навешиваются на интерфейс и например мы точно знаем что давайте полная как полная полный имя айпи адрес но я обычно сокращают айпи а мы точно знаем что у интерфейса лупбек после старт системы есть известный адрес 127 001 кстати сказать сетевая маска то есть адрес сети занимает всего 8 бит то есть вот в такой как бы виртуальной сети будет 2 в какой там степени получается в 24 степени абонентов минус 1 вот минус 2 да соответственно почему минус 2 потому что все единички в адресе абонента означают некий широковещательный адрес который должен получать любой абонент сети вот а все нолики в адресе абонента традиционно считаются адресом сети они адресом компьютера вот поэтому два адрес пропадает в действительности все классическое принятие решений о том как идет маршрутизация то есть не связанные с какими-то логическими правилами специально заданными админами вот все классическое правило принятия решений маршрутизации соответствует некоторым то некоторой таблице у вас есть сеть и абонента через которую в эту данную сеть маршрутизируется пакет сеть бывает разного размера наиболее приоритетная ситуация это записи в таблице маршрутизации в виде абонент тире стрелочка абонент то есть пересылать пакеты для данного абонента через другой данный абонент у него адрес сети минимальный нулевой адрес абонента максимально дальше значит приоритет понижается чем больше адрес сети и меньше в нем адрес абонента тем соврал да а нет правильно адрес сети 32 чем больше адрес сети тем выше приоритет слэш 32 адрес сети с единственным абонентом чем меньше вот это слэш что-то тем ниже приоритет слэш 0 означает весь интернет у вас вообще все вот в случае если маска слэш 0 вообще все абоненты могут быть принадлежат такой сети сети слэш 0 вот соответственно если у вас в таблице маршрутизации есть запись о том что некоторые пакеты принадлежат сети сшел слэш 0 и пересылаются через данный маршрутизатор это и есть маршрутизатор по умолчанию мы все еще все это сейчас увидим вот а давайте мы это прямо сейчас увидим а потом вернемся к бла-бла для того чтобы это сейчас увидеть нам наверное нужно создать еще один клон альт-минимал сейчас я забыл как он называется вот так минимал роутер и присоединить его к двум сетям инт нет и дип нет вот и запустим его так он скорее запускается мы пока перейдем обратно это роутер это и сервер вот сейчас у нас как видно из из настроек настроен только лупбек давайте мы в этом нашем срв помните у нас такая бы я там рассказывал как это делать по быстренько мы настроим выход в интернет это делается путем запуска специального клиента службы dhcp который мы кстати будем говорить который сам нам настроить параметры маршрутизации параметры доменного имени и так далее вот такая штука функционирует на интерфейсе этаж 0 вот таким образом настройки все были проведены автоматически мы этим пользоваться почти не будем но просто чтобы в это по-быстрому и мы теперь видим что на нашем интерфейсе на интерфейсе этаж 0 навешан адрес 10 0 2 15 слэш 24 это значит что у нас с той стороны сеть класса c то есть ну 254 абонента может быть у нее вот и внезапно в таблице маршрутизации появляется две записи одна запись для абонентов локальной сети 10 0 2 0 вот она она более высокоприоритетная чем дефолт потому что у нее сетевая маска 24 а здесь сетевая маска 0 это означает что ожидается будто все абоненты у которых сетевой ну опять адрес 10 0 2 что-то будут находиться в локальной сети за интерфейсом этаж 0 вот а когда мы будем туда посылать пакеты мы будем эти пакеты маркировать адресом 10 0 2 15 вот в частности в частности 10 0 2 2 там находится вот он даже пингуется этот самый 10 0 2 2 вот это запись о маршруте по в локальные сети доступны а эта запись о маршруте по умолчанию выясняется что этот самый 10 0 2 2 в результате автоматической конфигурации который вот здесь вот приехал а вот она эта автоматическая конфигурация этот 10 0 2 2 согласен пересылать все наши пакеты в интернет вот поэтому он зарегистрирован как маршрутизатор для сети слэш 0 то бишь дефолт то бишь всего интернет это означает что глядя на эту таблицу решение маршрутизации будет принято так если адрес получателя принадлежит вот этой сети это значит что он локальный и мы пытаемся узнать кому послать фрейм и посылаем ему фрейм с нужен с нужным айпишником если же адрес получателя не принадлежит этой сети то мы этот фрейм посылаем вот этому вот этой машине 10 0 2 2 она сама там посмотрит на ip адрес и разберется куда пересылать дальше потому что она маршрутизатор вот собственно и и и и все если в черне о том как происходит табличный маршрутизации вот возвращаемся к бла-бла маршрутные таблицы могут заполняться разумеется вот таким образом автоматически да сам факт того что мы настроили интерфейс привел к тому что у нас фор маршрутной таблицы появилась вот эта вот вещь вот мы можем таким же образом добавить какой-то специальный маршрут руками командачка и пирот от мы это еще будем делать вот и наконец мы можем запустить какие-нибудь специальные службы уже прикладные которые будут заниматься синхронизации маршрутных таблиц в нашей локальной сети который мы управляем писал говорит что вот эта машина оттуда доступно это отсюда доступно вот и вот такие вот айпи роут таблицы будут специальным образом обновляться с помощью специальных демонов и приложений один по разным протоколам это все тем следующей лекции вот есть там несколько таких протоколов в частности наиболее частый протокол синхронизации этого всего безобразия называется в spf и под него и сервер берт который будет следующий раз настраивать надо сказать что вот это вот тема с адрес начинается на 0 это сеть класса а адрес начинается на 1 0 7 класса b и так далее на самом деле с тех пор немножко разрослась и у нас есть некоторое количество рфц описывающий различные сети различных классов которые применяются для чего-то кроме прямого и прямой идентификации абонент среди них наиболее наиболее известные так называемый private use networks это адреса которые не обязаны быть уникальными в рамках всего интернета то есть на свете существует очень много сетей локальных в которых есть адрес 10 из диапазона 10.10 что-то там буквально в каждом виртуал боксе такие адреса обратите внимание это тоже такой вот стало быть вот этот 172 16 класс слэш 12 обратите внимание на не кратные 8 сетевую маску и студенца на 168 где она тут вот еще одна вот вот три вида три вида адресов слэш 8 слэш 12 шлаш 24 со 16 устроены таким образом что если у машины есть адрес вот из этих диапазонов то во первых с одной стороны мы можем таких сетей ну скажем сетей 10.0.2.2 устроить сколько хотим и ничто нам за это не будет вот внутри каждого виртуал бокса есть сеть 10.0 что-то там и есть даже айпи адрес 10.0.2.2 внутри каждого виртуал бокса и 10.0.2.15 есть внутри каждого виртуал бокс и ничего никому от этого не больно но как следствие если у вас есть компьютер с айпи адресом из правит юз диапазона в никакой большой интернет такой опять раз выпускать нельзя то есть вы можете в локальной сети между такими компьютерами организовать какое-то взаимодействие путем какого-то админского вмешательства даже несколько локальных сетей из правит юз объединять в одну большую но все-таки еще локальную сеть а вот в глобальную сеть такие адреса пускать нельзя первый же разумный вашутизатор скажет чуть вы мне прислали 10 что-то не буду я такой пакет пересылать вообще никуда вот вполне понятным причинам этих 10 0 очень много одинаковых вот стандарт рфц который задает это все он нет никаких аналогов для стандарта по вот этим адресам ну смысле аналогов мало ли где-нибудь в кампу в камбодже стандарт интернета нет 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 значит если кто-то придумал стандарт интернета не похожий на рфц он сам себе злобный буратино у него вообще отдельный интернет который работает только в этой самой камбоджи вот значит под режимом кора кровавым диктатора полпота я в своей жизни встречал несколько раз ошибкой развернутые сети в которых были айпи адреса из существующего диапазона конкретно это было у нас на иртишках тех самых артишка которые здесь на факультете стояли в конце девяностых еще эти артишки подарил нам мосческий технологический институт и некоторое время там не было операционной системы которым нужно было скомпилировать а был просто дамп диска вот если этот диск раздампить на соседнюю машину он по это соседней машины получал такой же точный айпи адрес как и первое причем это такой айпи адрес который был у них там в мите вот интернетный вот и мы просто их просто исправляли на едины на единичку больше все равно эти машины в интернет не ходили пока что но так конечно делать нельзя как только они начнут ходить в интернет выяснится что это и пи адреса вообще не наши и никто их можете зирует не будет поэтому нет существует специальная организация которая называется и она почему-то тут нету ссылки на нее которая собственно занимается раздачей подобного рода вещей интернет номер assigned authority и для того чтобы получить нужный диапазон адресов там на скажем на свою организацию вы фактически обращаетесь к этой организации и она которая вам должна их выдать или к региональному представительству когда вам выдали большой диапазон внутри него вы можете уже у того кто владеет большим диапазоном допустим страны получить там у специального регистратора там уру-центр получить соответственно свой свой маленький диапазончик айпи адресов которые вам будут вот образуются такие организации когда образовалась я не знаю надо почитать историю или о чем у нас есть вещь который будет пользоваться абсолютно все кто идет стандартизует вот есть мы можем сказать вот этот человек он ответственный за мне ну там целое сообщество есть же этот самый и т.ф. вот на который мы уже с вами ходили да где люди годами обсуждают какие-то значит сначала про пузыла потом превращаются они в стандарты в частности процесс регистрации интернета тоже в этом сами т.ф. наверняка где-то застандартизирован вот люди просто договорились и потом пользуюсь вот другое дело что когда не договаривались это были не все люди на земле но какая-нибудь камбоджа явно в этом не участвовала вот но так вышло так пошла эволюция вот кстати сказать в этом смысле и пиво 6 несколько лучше там не нужно ничего регистрировать там адреса выдаются полуавтоматическим образом хватает на их хватает на все потому что их сильно больше да вот к сожалению у нас не будет времени поговорить про и пиво 6 есть сотрудник факультета арсений масленников который очень хочет сделать такой же курс на пиво 6 вот но в этом году я его просто не этот курс не осилил слишком много подготовки ну вот вот в этих самых диапазонах есть всякие интересные штуки которые значит особенно местами мне очень 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 смешно смотреть на реверс это фью чьюз до в каком-то там где восемьдесят девятом году зарезервировали некий диапазон адресов для использования в будущем это будущее так и не достал вот ну и так далее так далее из этого кстати определение есть еще одна интересная вещь две интересные вещи первая вещь просто ради того чтобы знать есть специальный класс протоколов линуксовая реализация называется zero conf которые позволяют компьютером объединенным в локальную сеть и не более того просто объединенным в локальную сеть как-то так договориться друг с другом в отсутствии специального сервера которым все раздаст чтобы в результате у каждого компьютера был уникальный ip адрес а если кто-то из них еще и к интернету подключен то он еще и всем сообщил что он подключен к интернету а значит пользуйтесь мною как маршрутизатор вот этот класс протоколов в разных операционных системах устроен по-разному zero conf это вот пожалуй наиболее такая популярная свободная реализация вот у этих самых у в мак есть свой собственный протокол забыл как называется но не важно а важно другое что она требует специального диапазона адресов который точно не может быть занят никем другим и это диапазон адресов вот такой слэш 16 169 54 слэш 16 вот еще одна интересная тема и это диапазон адресов слэш 31 как было правильно сказано сейчас с места в сети абонентов на 2 меньше чем чисел в 2 в степени да если у нас сеть там слэш 24 это значит что в ней всего 2 в восьмой степени минус 2 абонента 254 штуки а если у нас есть слэш 31 2 в первой степени минус 2 0 абонентов такого рода настройки используется специально для обозначения ситуации когда у нас есть просто в нашем на нашей среде передачи данных ровно два абонента и больше нисколько чтобы не тратить на них не дополнительные дополнительные битки адреса мы просто оформляем такой адрес как слэш 31 вот и получается вот адрес в адрес об этом до соответствующий рфц тоже толкует а ну вот я про сетевую маску мудрился рассказать в начале настройку выход в интернет сейчас попробуем сделать руками да значит немножко бла-бла часть из этого бла-бла мы тоже пощупаем ручками чуть позже на сетевом и между севым интерфейсным уровнем вообще говоря существует довольно много протоколов я уже говорил что как только мы вылезаем за пределы интерфейсного уровня там на сетевой транспортной так далее количество всякой логики который нам надо для того чтобы все это работало сильно увеличивается самая первая штука это называется адрес resolution протокол это вот какая вещь смотрите вот наш морфтизация давайте мы начнем с того что мы настроим у нас есть роутер у которого есть у которого есть два интерфейса кстати давайте посмотрим да вот видите вот у срв это мы это уберем вот сюда куда-нибудь не знаю вот сюда у срв есть один интерфейс нет нет у роутера два интерфейс нет нет дип нет значит чисто теоретически роутеры срв должны друг друга видеть давайте мы это попробуем настроим интерфейс адр нет и пилинг сет этаж 1 об айпи адр адд дев этаж 1 что там какой-нибудь 10 20 30 это у нас срв 1 слэш 24 вот обращаю ваше внимание на то что поскольку здесь у нас 10 0 2 слэш 24 а здесь здесь 20 30 24 это значит две совершенно разные сети вот вот пожалуйста как я обещал появилась запись для второй сети просто по факту настройки адреса вот здесь вот и сейчас мы должны на роутере тоже сказать айпи линк сет дев сет этаж 1 об и айпи адр адд дев этаж 1 10 20 30 2 слэш 24 вот по моему представлению вот сейчас должно образоваться а связность на уровне айпи между срв и роутером вот и вот здесь возникает вопрос довольно забавный который требует разрешения вот наша машинка срв вот у нее значит есть настроенный нами сетевой интерфейс у них есть mac адреса у каждого сетевой интерфейса про каждый сетевой интерфейс известно какой на него навешан айпи и это значит нам известно какие диапазоны айпи адресов лежат в среде передачи данных в сегменте сети за интерфейсами этаж 0 и этаж 1 в частности хост под названием 10 0 2 30 до 10 20 32 то бишь роутер очевидно принадлежит среде передачи данных лежачий этаж 1 потому что у него айпи адрес адрес сети совпадает вот с этим это значит что он должен быть доступен вот здесь вот в сегменте за это h1 ему нужно послать фрейм можно послать фрейм только на какой mac адрес а мы не знаем нет мы реально не знаем для того чтобы определить по ip адресу mac адрес сделать обратную трансляцию адресов адреса resolution нам нужно послать специальный пакет по специальному протоколу в сеть за пределами этаж 1 арм запрос и это будет широковещательный фрейм который получит все интерфейсы работающие в этой сети за этаж 1 этот айпи айпи стек того устройства которую будет видеть что там что его айпи адрес действительно такой скажет это я это я этот самый такой вот вот сейчас мы сделаем на роутере себе дамп этаж 1 минус и этаж 1 ну и сейчас попробуем запинкать ping минус те по моему c1 10 20 32 о посмотрим что там был за трафик вот смотрите ой еще один вот смотрите что сделал 10 20 31 сказал да стойте тут он его назвал роутер потому что хостным роутер ща во первых надо сделать айпи нейбор вот смотрите видите что у нас теперь есть таблица соответствия айпи адресов и мак адресов который некоторое время живет а через потом просрачивается ну потому что мало ли может он уехал абонент ведь она уже стоил то есть она уже не совсем не совсем свежий давайте сделаем флаж помимо стейл бывает еще я забыл надо почитать документацию их там 4 вас совсем свежая задержкой просроченной и удаляется сейчас погодите а чё 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 а понятно вот да нет просто флаж чуть и не нравится ладно давайте смотреть в документации флаж шоу да сильно пока мы это делали она наверняка уже просрочилась и опустела это табличка так давайте вернем наш цепи дамп еще ему скажем минус р чтобы он нам не не преобразовывал айпи адреса в имена чем минус н до минус и вот ну вот 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 что хотел показать и так смотрите а с той стороны таблицы было ну короче нам пришел от 10 20 30 к 10 20 32 пришел их request дескать а кто вот вот кто вы такой а мы знаем кто а кто такой 10 20 31 расскажите мне мы хотим тебе фрейм послать он говорит ну я такой говорит айпистек с этой стороны мы теперь знаем кто такой как посылать пакеты на 10 20 31 это же вот е3 ее ща мы пришлем тебе ответ присылает ответ надо сказать что с той стороны да в отличие от вот этого диалога с той стороны аэропе таблица была еще полная мы ее там не флашили поэтому вот 10 31 не выяснял кто такой 10 32 ну вот вот это происходит довольно часто вот этих аэропе пакетов в вашем трафике будет довольно много потому что эти таблицы они значит имеют свойства имеют свойства устаревать вас все еще стейл да вот речь был делай стел причем еще было дело это очень короткие промежутки буквально там несколько долей секунды остыла это значит что ну вроде пока нормально пока все вроде понятно значит мы даже вручную таблицу маршрутизации еще не настраивали пока что будем еще так но кей значит пока все понятно да а рп значит да вот вот я вспомнил надо рассказать про это и пойти дальше еще один протокол с которым мы все время встречаемся и сейчас встречались тоже тоже уровне сетевого не повышение поднимающиеся выше сетевого это протоколы 7 интернет что там control месседжес протокол кажется так да это вспомогательный управляющий протокол который позволяет прислать всякие диагностические и управляющие сообщения между абонентами ну например о том что они доступны вот это тоже айси и пи был а пинка посылает айси и пи пакет который говорит вот идентификатор моего этого самого пакета ответьми на него а хост обязан на него ответить а 7 переплаем причем с тем же идентификатором и в том же том же номером последовательности это удобно когда сеть настолько большая что несколько аси и запросов потом возвращаются но в неправильном порядке например или там что-то из этих теряется ну мало ли что кто-то съел пакет мыши унесли вот что еще всякому ну есть еще куча всяких протоколов которые тоже работают на сетевом уровне например айпи сек в виде туннеля например реверс аэрп и это когда вы получаете айпи адрес зная только свой mac адрес кричите да и у меня вот такой матема к адрес расскажите какой у меня пи адрес вот или более сложный протокол будп и который пупу 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 вот внутри фреймов рассылает вам не только айпи настройки но и мыши тиза тары и в хаста может прислать вот этот dhcp cd который мы запускали самого начала где он там был на сэрвы вот вот он он как раз воспользоваться протоколом бут п для получения всевозможных сетевых настроек связанных с тем чтобы интернеры чтобы чтобы вообще как-то настроить айпи понятное дело что на не настроен им айпи единственный уровень на котором вы можете это делать это уровень интерфейс на дамы шлете фрейм специального вида в этих фреймах специального вида вам пришлось вот и так далее и тому подобное довольно забавно на самом деле работает утилита трейс рут который как бы показывает маршрут откуда-то докуда-то давайте мы сначала и посмотрим как она работает а потом вот значит для того чтобы посмотреть как работают ли трейс рут нам нужно где-то под себе дампить по происходящее с этим трейс рутом вот и давайте мы в первый раз в первый раз настроим маршрут по умолчанию руками мы просто берем и в таблицу маршрутизации не будет это работать зараза печально ну ладно тогда не здесь мы это делать не будет так работать простите сейчас откуда-нибудь из бы из более другого места это сделаю отсюда тогда вот вот примерно так работает такая выдача такую выдачу мы видим в утилите трейс рут но кстати хост этот не работает ну х не знаю там вот вот стороннему наблюдателю кажется что это просто хопы маршрутизаторы которые наш пакет проходит прежде чем добраться до цели вот отсюда далеко а яру какой-нибудь а яру не яру не трейс рутится висит да ну вот в вру работает вот давайте попробуем посмотреть что в действительности происходит когда мы вот 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 что-то у меня тут как-то у меня тут что мне тут у скрина крышка поехала ну ладно посмотрим значит трейс рут Здесь мы запустим Trace Roots, все тот же www.vv.ru Минус N, чтобы он нам не показывал Имена этих самых А вот здесь вот Чуть и не нравится Да елки-палки А здесь будем цепидам пускать Боюсь, что у меня так не заработает Ну ладно, странно, раньше работало Минус опять же N Минус и ETH Во Я не вижу здесь TTL Наверное, надо сделать Наверное, надо сделать более Попробуем минус V Ой, ну ладно тебе Да, а вот там есть TTL TTL 17, TTL 18 Плохо видно Ну давайте я на пальцах объясню Значит, история такая История такая Плохо видно Давайте я сейчас попробую с другого Мой косяк Я не протестил, как этот скрин работает С этим многотабовой композицией Сейчас отсюда попробуем Во Так Теперь Запускаем скрин Теперь делаем Сплит Теперь создаем Вот Здесь делаем Можно, да Тут Димка Димка говорит, что можно Запустить файл, а потом файл прочитать Ну, возможно, это правда Да что ты будешь делать ТСПДАМП Минус N Минус И ЕТАЖ1 А здесь ТРАЙСРOOT Минус N ТОЧКА РУ И минус V Во Значит Вот давайте посмотрим, что он нам на СПДАМПЛ ТОТ 18 12 12 17 11 Короче говоря А, он их тут еще 3 посылает Стойте Это мы сейчас задолбаемся Короче говоря Давайте я сначала расскажу, как это делается А потом А потом еще раз мы по этому все проверим Значит ТРАЙСРOOT в действительности Никакого маршрута Как такового Между отправителем и получателем Не выстраивает Он посылает в сеть пакет На котором написан ТАЙМТОЛИФ Один При каждой маршрутизации При каждом перекладывании из интерфейса в интерфейс ТАЙМТОЛИФ у пакета уменьшается на единичку С этим связана, кстати, одна фишка Что раньше злые провайдеры Эти самые мобильные Запрещали подключать телефон к другим устройствам Вот Они просто видели, что у вас ТТЛ На единичку меньше, чем Если посылать пакет с телефона И резали такие Такие, значит Такие пакеты Вот Умные люди С помощью банального фаерволла Возвращали этот ТТЛ на место И все начинало работать Вот Когда вы посылаете пакет с ТТЛ-1 При уменьшении Когда этот ТТЛ достигает нуля Его следует вернуть Отослав обратно ICMP сообщение Что пакет не дошел до отправителя и умер Тогда ТРСРУД посылает пакет с ТТЛ-2 Этот пакет проходит через первый рутер ТТЛ становится один А на втором рутере он опять умирает И второй рутер возвращает вам ICMP сообщение, что пакет умер Так вот то, что выдает ТРСРУД Это список вот этих рутеров Которые вам прислали соответствующие сообщения Давайте в этом еще раз убедимся Только для этого надо все-таки ТРСРУДу сказать еще, что Что у него один пакет надо посылать А не три А то, видите, он их посылает три На всякий случай Вдруг они разными путями идут Вот Вот если в процессе того, как мы делаем ТРСРУД Мыши перегрызли провода И у нас пакет поменял направление Мы как будем? Никак Это значит, что вам в какой-то момент Покажется совсем другой хоп Четвертый, например Потому что третий хоп стал недоступен А вместо них, значит, вам ответила какая-то другая Динамически выстроившаяся структура Именно так Именно поэтому нельзя говорить, что вот это маршрут Так, нам что нужно? Нам нужно Нам нужно Количество пакетов В упор не вижу Н-кверис между Q Вот, между минус Q1 Так Продолжаем Минус Q1 Вот Вот так должно быть Хорошо Вот Ну вот теперь, видимо, должно быть чуть более О! Вот он, ТТЛ-2 Ой, почему их Почему они в перемешку? 19-18 Ничего не понимаю Так, ладно Давайте еще раз И это будет последний раз Иначе мы ничего не успеем Вот, он послал пакет ТТЛ-1 Послал пакет ТТЛ-2 Постал А я тут не знаю что Да А вот ему вернулся ответ От посланного пакета Что он не дожил Вот Потому что он не дожил И он вернулся от хоста Какого? 104 Там Чего? Сейчас, сейчас От кого? 10-0-2-15 И это первый И это первый В списке 10-0-2-15 Нам должен отвечать Не вижу такого Да блин Сейчас Вот Послал ТТЛ-3 Послал ТТЛ-4 А где ответ СМП-шный? О Вот Вот он Успел уже 9 пакетов послать А ему пришел ответ на СМП Который был с пакетом 2 А 10-0-2-15 Это я От кого он пришел? От 10-0-50 Вот предыдущий Извините Я вас обманул Предыдущий пришел от 10-0-2-2 А этот от 10-0-10 Говорит Слушайте И это Вот Тут СТТЛ-2 До меня не дошло Вот он Теперь давайте посмотрим Ответ на СТТЛ-3 Сейчас Вот Где там таймэк сидит? Сейчас Сейчас А вот он Да ТТЛ-3 Вот он От кого он пришел? 10-52-1 10-52-1 Ну и так далее Собственно Вот Теперь мы наблюли Да На этом На этом Вот 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 этот наш ответ СМП Что Соответствующий пакет Не дожил Вот он пришел Вот от этого самого 10-52-1 Вот Например Это мы сделали АРП мы уже посмотрели Вот Например Сделаем еще третью машинку Так Ну нам Не понадобится Больше Тогда попробуем Вернуться Вот к этому Вот К этому вернуться Так Так И сделаем еще третью машинку Назовем ее клиент Alt-minimal Клиент И присоединим ее К этому самому Дипнету То есть К той части Которая слева От роутера Вот Что мы при этом Будем делать Ну давайте Мы на роутере На роутере Настроим Дополнительный Интерфейс Тот который ведет В дипнет Да IP-link Set Etage-2 Up IP-add Add Дев Etage-2 10 40 62 С h24 Вот И на клиенте Тоже это сделаем Вот И на клиенте тоже это сделаем А И опи-адр И опи-адр Дев Итаж 1 10 40 60 1 Слышь 24 Вот Чисто теоретически У нас сейчас будет связанность Между клиентом и роутером И между роутером и сервером И сервером и сервером и сервером и сервера связанности не будет Пробуем Пинг 10 10 0 10 40 62 2 О Работает 2 До роутера мы достучались Естественно, что с клиента до сервера мы ничего попингать не можем Почему? А у нас нету маршрутизатора Если мы скажем пинг 10 20 31 Он скажет, что Нет такой сети, в которую надо перенаправлять этот пакет Поэтому надо сказать, что Надо сказать, что есть некий маршрутизатор по умолчанию Который пересылает пакет оттуда и туда IP-роут От Default Via Этот самый роутер, который 10 40 62 Вот теперь На машине клиент сделано все, чтобы Можно было достучаться до SRV Только у нас это пока не получается все равно Пакеты уходят, но не приходят Давайте посмотрим на роутере, что они делают На роутере у нас все хорошо Мы точно знаем Куда какие пакеты отсылать Вот Они даже приходят Вот сюда Эти пакеты Давайте это увидим Вот они Вот этот ICMP запрос Он приехал Только на него почему-то никто не отвечает На этот ICMP запрос Вот Почему на него никто не отвечает Очень просто Наш роутер еще не является роутером Для того, чтобы машина являлась маршрутизатором Она должна на уровне IP Пакеты Пересылать дальше По умолчанию никто этого делать не будет Она получила пакет Увидела его на интерфейсе Это не мне пакет Ну и окей Сказала машина и выбросил его Вот Для того, чтобы включать маршрутизацию Нужно настроить ядро Linux И соответственно CPI-P stack Linux Чтобы он вообще этим занимался Вот Если мне не изменяет память Дев нет Сейчас давайте мы это В документацию лучше посмотрим Иначе мы просто не успеем ничего сегодня Поп cetera Во Прост Сис Нет И пива 4 Во Вот В этом вашем Linux Есть специальная файла Система Прост С помощью которой Можно управлять параметром Ядра Так вот Видите Тут стоит ноль Это значит Что Форвардить Перекладывать Из одной сети в другой IP-пакеты, эта машина отказывается. А вот если мы скажем вот так, только не так, а вот так, разумеется. Вот теперь эта машина внезапно стала роутером, и вот этот пакет, который она получила, она начнет перекладывать в другой интерфейс. Пинг при этом не заработает. Но мы уже близко к этому. Сейчас. Пинг все еще не работает. Но мы теперь видим, что в ЕТАЖ-1 этот пакет уходит. Это ему СРВ не отвечает. А почему ему СРВ не отвечает? А потому что в СРВ тоже не настроен на машинизацию. Он-то откуда знает, где лежит 104062. Мало того, он вообще считает, что 104062 находится где-то там в интернете. Нет такой записи в таблице машинизации, где было бы написано, что 104060 лежит за вот этим сервером. За, 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 за этим самым 102032. Давайте это напишем. IP-ROAD от DEV, не DEV, просто 104060-0-24. ВИА-морфтизатор 102032. Первое, это какие пакеты, второе, ВИА, дальше то, куда мы... Через кого, да. Значит, вот это destination сеть, в данном случае сеть слэш-24, а это через какой машинизатор мы это отсылаем. Я так сильно... Очевидно, что на месте сети можно написать конкретный адрес. Можно, 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 можно. Ну, в данном случае вот тут целая сеть. Ух, а у нас тем временем пинг пошел. Потому что, потому что он перекладывает таки вот... Вот, смотрите, туда-сюда, туда-сюда. Эх, 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 реплай. Вот, значит, это обычная табличная маршрутизация, как она устроена в... Сейчас, секунду, что-то я... А, вот. Как она устроена в этих ваших Linux. Все, мы уже все настроили. Вот. Есть одна проблема, с которой я успел разобраться в прошлом году на лекции, а сегодня, может быть, не успею, потому что времени мало осталось, я слишком много тупил. Проблема следующая. Представьте себе, что у нас есть два каких-то... две каких-то локальных сети, и так случилось, что IP-адреса у них внутри из одинакового диапазона. Это плохая история, потому что по умолчанию считается, что один диапазон IP-адресов это одна локальная сеть. Вся, вся, вся должна быть, все... Должна быть единая среда передачи данных, логическая. Вот. Можно сделать бридж, и тогда все будет хорошо. Мы это делали в прошлый раз. В некоторых случаях мы не можем сделать бридж. Ну, допустим. Мы также не можем разбить этот диапазон на два поддиапазона. Ну, скажем, на два слэш 25, да? Если у нас есть диапазон 10-40-60-0-24, мы можем сделать две подсетки размером в 126 абонентов, 10-40-60-25 и 10-40-60-128-25. Да? Ну, старший бид. Можем так сделать. И тогда, вроде бы как, эти две сети будут одной, и там дальше с той стороны можно сделать приемник. Вот. Но если и этого нету, что делать? Сейчас, дайте подумаю. Предположим, у нас есть какая-то третья сеть. Сейчас, давайте успеем. У нас еще 15 минут есть или нету? 10. Блин, долго. Боюсь, что не успею. Ну, давайте по-быстрому попробуем. Если получится, получится. Значит, в чем идея? А, нам нужно переделать роутер. Эээ. Ну, ладно. Попробуем. Значит, в чем идея? Мы сейчас сделаем роутер, который будет подсоединен к трем сетям, две из которых придется вот так вот как-то объединять. Потому что так уж случится, что абоненты с той стороны будут иметь одинаковый, адреса есть одинаковый диапазон. Вот. Пока оно грузится, давайте я расскажу, что мы при этом предпримем. Мы можем сделать что? Но мы можем, зная, какие у нас есть еще абоненты с теми же IP-адресами, на все ARP-запросы отвечать «Да, этот MAC-адрес мой, в смысле, этот IP-адрес мой, шлите мне, пожалуйста, фреймы, предназначенные для этого IP-адреса». Машина с той стороны будет думать, что у моей машины просто два IP-адреса навешаны на интерфейс. И так можно сделать. Один IP-адрес один, другой другой. Ну, потому что на каждый ARP-запрос, у кого такой, скажите, у кого такой IP-шник, расскажите мне MAC-у, я буду рассказывать свой собственный MAC. Соответственно, машины, видя такой ответ ARP-запроса, будут посылать мне, роутеру, фреймы, предназначенные для абонента данной локальной сети. И тут-то будет выясняться, что нет. У меня-то нет такого IP-адреса. Это IP-адрес другой машинки. Ну, и я буду его, как честный роутер, пересылать. Для этого нужно что? Для этого нужно научиться отвечать на, грубо говоря, чужие ARP-запросы. ARP-запрос на такой-то MAC-адрес, немой, должен удовлетворять я. Тогда мне будут присылать все фреймы с этим IP-шником внутри, а я уж его буду маршрутизировать куда хочу. Вот. Эта штука называется Proxy-ARP, и я в своей жизни видел несколько мыльниц, ну, в смысле, домашних машинизаторов, которые вместо машинизации делали вот эту хрень. Они просто собирали все MAC-адреса, на всех отвечали, да-да-да, это я, а потом, значит, рассылали по соскам обратно. Вот. Так. IP-адрес. Сейчас. Давайте подумаем, кто там с кем должен связаться. Давайте я лучше даже не на словах, ну, то есть на словах я объясню, потому что времени нету, я действительно что-то проболел этот момент, и сейчас не готов за пять минут все рассказать. Давайте я сделаю так. Я действительно на словах объясню, как это выглядит, а в следующий раз я просто начну с демонстрации этого кусочка. Очень коротко. Значит, идея стоит в чем? Я зря сделал, что нанесу вам картинку. У нас получается два интерфейса, этаж-1, этаж-2, этаж-3, абоненты которых берутся из одного и того же диапазона. Это вообще-то плохо, так делать нельзя. Но мы точно знаем, что вот этот самый этаж-3, там на самом деле с той стороны ровно один абонент. На самом деле это может быть даже не интерфейс. Вот вся эта технология, как правило, использовалась, когда, например, были всякие диалапы. Вот у вас есть диалап, нам звонит человек, он получает какой-то адрес. Делать специально ради одного соединения целую локальную сеть бессмысленно. Он получает адрес из вашего диапазона. Только до него не достучаться, к нему надо как-то пакет прокинуться. Поскольку это адрес из того же диапазона, то, по идее, все эти абоненты должны находиться в одной локальной сети. Но нет, он находится в какой-то другой. Как сделать так, чтобы он получал пакет? Надо на все запросы относительно этого IP-адреса, которым обладает абонент под названием в данном случае сингл, и который сидит на другом интерфейсе, на интерфейсе этаж 3, на все ARP-запросы насчет этого IP-адреса отвечать «Да, это мой IP-адрес, шлите мне». Для этого нужно использовать специальную штуку, которая называется прокси-ARP, и сказать буквально следующее. Вот когда мне по ИТ-2 придут запросы на 10, 40, 60, 100, говорите, что это я. Дальше. Настроить соответствующий интерфейс, причем здесь используется аннотация слэш-32, это означает, что никакой дополнительной таблицы маршрутизации просто не будет. Мы будем просто знать, что у меня вот такой интерфейс, вот такой адрес на интерфейсе этаж 3, вот такой адрес с той стороны есть, вот такой абонент с той стороны относительно этаж 3, а никакой другой подсети здесь нету, потому что тут слэш-32. Мы друг друга видим. Вот. А, собственно, все. После чего наш роутер, смотрящий в две сети, в три сети, на запрос, а где же наш 10, 60, 100, будет отвечать, это я, 10, 40, 60, 100, будет приходить соответствующий ответ. Радостные абоненты нашей сети будут присылать нам фрейм, предназначенный для 10, 60, 100, с нашим акадресом. Эту штуку будет получать роутер и говорит, не-не-не-не, вы-то, конечно, мне прислали фрейм, но я сейчас выну оттуда пакет, увижу, что это 100 и смарштизирую куда? На другую сторону интерфейса этаж-3. Вот там у нас есть такой абонент, туда мы его перешлем. Что прислать пакет на роутер? У него должен быть айпишник роутера и его макадрес, а для того, чтобы прислать тому, он всем говорит, что айпишник... Что айпишник у него его, но у него такого айпишника нету, поэтому, получив этот пакет, он его пересылает. Все. А, ему присылают, получается, пакет с его макадресом, но не его, но с сетевым айпишником, вы видите, что айпишник не его, а сетевой, а значит, раз сетевой, отправляем... Да, совершенно справедливо. При этом, да, эта машина тоже должна быть этим самым гитвеем, ну, вот эта настройка ядра должна быть включена IP-forward. Вот. Но никаких протоколов, связанных с собственной машутизацией, в этом случае не используется. Вместо того, чтобы расписывать на разных адресах, кто кого машутизатор, мы просто им говорим, нет, вот это все я, все эти машины, это я. Присылайте мне все эти пакеты, а потом мы их распихаем куда надо. Это в каком-то смысле даже проще. Вот. Только... только нет. Вот. Главное, главное, значит, свойство прокси-рп, главный юзкейс прокси-рп, это когда у нас вот такие случайные сети, во-первых, они случайные, то есть этот человек позвонил, у него там какой-то IP-шник или что-то такое, вернее, какой-то MAC или какой-то IP-шник или что-то. Короче говоря, и эта настройка временная. И каждый раз эту временную настройку распространять, что а теперь вот до такого адреса через меня маршрутизируется, довольно сложно. Поэтому мы говорим, это мой IP-шник. Все. Вот. И когда их мало, собственно, такого рода абонентов, потому что, понятное дело, на каждого такого, на каждый РП запрос отвечать это я, ну, чем их больше, тем больше нагруженность. Вот. Во всех остальных случаях действует простая табличная маршрутизация. Вот. Когда мы получаем пакет, мы смотрим IP-роуд, просматриваем все записи в таблице, из них выбираем те, для которых адрес сети совпадает с адресом сети получателя. Вот. Посматриваем мы эти записи в порядке их приоритета. Поэтому первое, попавшееся, всегда наилучшее. В частности, если у нас есть сетевая маска длины 0, то есть маршрут по умолчанию, то такой просмотр всегда заканчивается успехом. И дальше мы отсылаем по соответствующему интерфейсу на соответствующий хост этот самый пакет дальше, если он не наш. Вот. Иногда бывает запись, что соответствующая сеть лежит непосредственно за интерфейсом вида вида DEV, а иногда вида VIA, что непосредственно, что наш адресат лежит за каким-то другим маршрутизатором. Вот, собственно, простое правило табличной маршрутизации, вот как оно работает в Linux. Вот. Время у нас закончилось. Давайте посмотрим, нет ли чего страшного в домашнем задании. Ничего страшного в домашнем задании нет. Мы делаем 4 машинки, которые друг к другу пересылают пакет. Не забудьте, что, в отличие от Proxy RP, который все всем сам рассказывает, когда вы строите вот такую вот сеть, машина, например, Base, должна знать о том, что и сеть 2, и сеть 3 доступны за роутер 4, за машины роутер 2. Машина Clone должна знать, что и сеть 2, и сеть 1 доступны за маршрутизатом роутер 2. Вам придется вручную добавить такую таблицу маршрутизатом, маршрутизацию в, ну вот как я это делал, да, вот здесь вот, мне пришлось вручную добавить вот это знание. Аналогично получается, роутер 1 знает про третью сеть за вторым, и роутер 2 знает про первую сеть за первую. Но клиенты тоже должны это знать. Их таблица маршрутизации должна быть такая вот, SRV тоже должен знать, что такая сеть за роутер. Можно сделать дефолт, наверное, тоже заработает. Если нам выход в интернет не нужно, вот вместо вот этого можно сказать, что дефолт за этим роутером. Тоже будет работать, мне кажется. Кстати, это интересная тема. Ну-ка, давайте мы это сделаем и на этом закончим. А вот, чтобы, кажется, время уже вышло. Смотрите, мы сейчас сделаем другое, у нас интернета нету, тогда мы можем смело считать машину под названием роутер как раз дефолтным. Ну-ка. Давай, 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 давай. А, надо роутер настроить. Сейчас. Сейчас. Ад, дев, сейчас, IP-А. Да. IP-АД, Р, АД, дев, этаж 1, 10, 20, 32, слэш, 24. IP-Link Сет этаж 1 ап этаж 2 тут 30, это я зря сделал, 20. Кстати, ничего страшного в том, что у нас будет два адреса на одном интерфейсе, собственно, нету. Подумаешь, проблема. Этаж 2, 10, 40, 62, слэш, 24. Пинг 10, 40, 61. Работает. Форвард. Нет. А как же там было-то? Печа. Тоже нет. Вот. Проц, вот, вот, вот это. Включаем, включаем муштизацию на муштизаторе. Вот. Видим вот такую картинку. Давайте, кстати, сразу расскажу, как удалять неправильно. Знаете, вы просто заменяете ад на дел. Все. Вот. и если сейчас на SRV просто поднять интерфейс, вот вместо этого сделать просто 10, 20, 30, нет, нет, вот, 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 да, вот, и сделать IP road от default via 10, 20, 30, 20, 32, то мне кажется, что вот такая сетка будет работать. 10, 40, 61. О, it works. Вот. Понятно почему. Потому что по умолчанию мы все шлем в, мы все шлем на 10, 20, 31, а он, конечно, красиво нас разруливает в обе стороны. Собственно, все. Вот. В этом случае, в этом случае, я не знаю, в домашнем задании, возможно, так не сработает, нам придется отдельно настраивать видимость отсюда сюда или отсюда сюда, а может быть и нет, проверьте, может быть там все дефолтами обойдется. Я честно не помню. Но это надо сделать. Все, братцы, мы, извините за тупление, я все еще не выздоровел до конца, у меня голову плохо работает. Значит, я обещаю в следующий раз, в начале лекции, очень быстро показать, как работает прокси-РП еще раз. Вот. И, собственно, на этом все. В следующий раз мы разговариваем про вторую часть нашей задачи по обеспечению маршрута, а именно по обеспечению связности. обеспечению связности и то, что называется целевая маршрутизация, когда у нас таблицы маршрутизации не такие простые, и там некая логика организует, ну, пересылка данных, маршрутизация происходит по некой логике. Все, всем спасибо, еще раз прошу прощения за тупление, до встречи в прямом эфире через неделю. даже похлопали.